Особое мнение на 101FM Да, случилось все в пятницу утром Ну, точнее, известно стало в пятницу утром Готовилось-то, видимо, долго И в связи с этим у меня к вам вопрос Ну, вот человек, который неоднократно комментировал И вроде как мы все говорили, что да-да-да Вот это вот когда-нибудь случится И вот оно произошло Тот результат и последующий домашний арест Это то, чего мы все могли предполагать Или могло развиваться еще и по другому сценарию? Ну, безусловно То, что претензии к Владимиру Васильевичу Были сформулированы Неожиданностью, наверное, ни для кого не стало Другой вопрос, что я лично не ожидал Что развитие получит не ситуация, например, по парку Победы А ситуация по печному топливу ВТП Безусловно, это не типовая вещь Когда претензии, связанные с подозрением на получение взятки Предъявляются человеку спустя несколько лет После того, как сам по себе факт, по мнению следствия, имел место быть Не типовая вещь Обычно все-таки стараются Производить задержание непосредственно в момент С тем, чтобы легче было доказывать Сам по себе факт Но, тем не менее, если следствие сочло возможным И задержать человека И предъявить претензии И ходатайствовать об избрании меры пресечения В виде заключения под стражу Ну, это означает, что эти претензии на чем-то основаны Понятно, что в настоящий момент вряд ли нам сообщат органы следствия Всю информацию о доказательственной базе Но, тем не менее, я думаю, что с течением времени мы об этом узнаем Так, это дело АТП Но параллельно развивается еще дело по электронному проездному И там фамилия Владимира Быкова уже прозвучала Да и по парку Победы И по парку Победы она прозвучала тоже Вот, тем не менее, по этим двум делам Пока никаких вроде как движений нет Ну, нет, я бы на самом деле здесь, наверное, все-таки Отдельно акцентировал внимание слушателей на том Что решение областного суда Который отправил дело по парку Победы В отношении господина Ифаркина На дополнительное расследование Во многом может быть связано как раз с тем Что первые претензии какие-то начали предъявляться и Владимиру Васильевичу С учетом того, что его фамилия звучала в качестве Фактически организатора отчуждения части парка Победы В судебном заседании свидетели давали свои показания о том Что именно Владимир Васильевич был инициатором постановки перед депутатским корпусом вопроса О реализации части земельного участка Ну, я думаю, что следствие будет проверять и вопросы его причастности к незаконности Отчуждения части земельного участка парка Победы И в рамках дела, в котором до последнего времени обвиняемым был господин Ифаркин Я правильно понимаю, что, скажем так, снятие части претензий к Леониду Ифаркину Не означает, что к нему претензий у следствия нет совсем? Ну, он же не оправдан по этому эпизоду Следствие допустило на самом деле забавные неточности Которые вскрылись в ходе рассмотрения дела в Первомайском суде Мы с вами на эту тему общались Это вопросы, связанные с оценкой и определением размера ущерба Который был причинен муниципальному образованию Здесь, конечно, это крайне забавная и неоднозначная ситуация Как просмотрели подобного рода ошибку Но, тем не менее, областной суд посчитал, что это крайне существенное и серьезное нарушение И это один из моментов, который будет проверяться в ходе дополнительного расследования При этом я лично не удивлюсь, если с учетом тех показаний, которые давались И в ходе предварительного следствия, и в ходе судебного следствия Претензии будут предъявлены и бывшему мэру города Кирова господину Быкову Ну и Леониду Ефаркину претензии тоже могут быть предъявлены заново Ну они и сейчас ему предъявлены То есть не сняты с него Возврат дела в прокуратуру не означает прекращение дела Но человек, тем не менее, вышел на свободу Ну безусловно, если суд посчитал о том, что мерой наказания по тому эпизоду, который был доказан в ходе рассмотрения дела Это дело по мошенничеству в отношении Игнатиана И снизил срок назначенного наказания, при этом человеку отбыл этот срок Естественно, ему в СИЗО делать нечего Другой вопрос о том, что еще раз, когда дело вернется следствию Следствие будет вполне свободно в избрании новой меры пресечения Причем любой, как связанной, так и не связанной с лишением либо ограничением свободы Ну вот теперь по мере пресечения есть у нас еще несколько минут до перерыва На прошлой неделе, когда был задержан Владимир Быков и решался вопрос о мере пресечения Одновременно задержали директора техникума Да, да, за взятку совершенно меньшую По-моему, там речь идет о 200 тысячах рублей Да, совершенно верно Общая стоимость планшета, пирог карандаша и электронных часов 200 тысяч рублей Так вот, директор железнодорожного техникума, Вятского железнодорожного техникума Был направлен, отправлен в СИЗО Заключен под стражу, а господину Быкову за большую сумму избрали За гораздо больше Более мягкую меры пресечения Почему? Человек уважаемый? Нет, потому что это все-таки не типовые, не одинаковые дела Не существует абсолютно похожих дел И не существует в уголовном кодексе, в уголовно-процессуальном кодексе Какой-то четкой формулы, как, каким образом выбирается мера пресечения При избрании мера пресечения суд руководствуется массой факторов И, безусловно, состоянием здоровья И тяжестью предъявленного обвинения И риском того, что обвиняемый задержанный скроется от следствия и суда И будет оказывать какое-то воздействие, влияние на потенциальных свидетелей И как-то будет препятствовать следствию и прочее, прочее, прочее В этой части суд был вправе выбрать господину Быкову любую меру пресечения Он мог вообще ее не избирать, оставив его под подпиской, например, о невыезде Либо заключив его под домашний арест Либо отправив для содержания в следственный изолятор Ну, значит, суд посчитал, что это будет достаточной мерой ограничения его прав и свобод При этом Верховный суд Российской Федерации неоднократно указывал нежестоящим судьям Что при избрании меры пресечения должна избираться наиболее легкая мера Которая способствует отправлению правосудия И достаточно для того, чтобы подозреваемый либо обвиняемый не воспрепятствовал введению следствия Значит, в деле директора суд посчитал о том, что заключение под стражу это адекватное А в деле господина Быкова посчитал, что минимально возможно это домашний арест Может быть, в силу возраста, а не господин Быков постарше Может быть, в силу того, что все свидетели уже допрошены и показания получены Может быть, может быть Тем более, что домашний арест тоже штука далеко не приятная И просто так скрыться из-под домашнего ареста весьма проблематично Понятно То есть это не связано с тем, про что обычно говорят в народе Украл мешок картошки и сел на пять лет Воровал вагонами и получил грамоту Ну, прямой такой градации я бы не прослеживал никоим образом Понятно Ждем тогда дальнейшего развития событий Я так понимаю, что не очень долго нам его ждать придется Ну, я думаю, что здесь в течение ближайшего месяца мы уже многое что узнаем До Нового года Ну да Еще до Нового года И переходим к следующей теме История с пьяными водителями нашей безопасностью Так я ее обозначила Наверняка вы видели На прошлой неделе появлялась информация о том, что мама девочки, которую сбили год назад на улице Московской Насмерть сбили 10-летнюю девочку Я напомню, там был пьяный водитель, да Который нес по Московской, не обращая внимания на сигналы правоохранителей его преследовавших И проскочил на красный свет, сбив девочку 10-летнюю бабушку И бабушку Мама девочки завершила в социальных сетях сбор подписей за появление на улице Московской В том месте, где сбили ее ребенка, подземного пешеходного перехода Ну и, собственно говоря, я так понимаю, что подписи уже направлены в администрацию Кирова И сейчас все подписанты ждут ответа чиновников кировских При этом в комментариях к этим новостям я вижу фразу, что строительство подземного пешеходного перехода Это не лучший способ бороться с пьяными водителями на дорогах А меры должны быть другие, совсем Вот какие меры должны быть? Ну, в частях инициативы Ну, наверное, да Подземный переход, это, безусловно, более безопасный способ пересекать проезжую часть Я не уверен о том, что именно в том месте, где произошла трагедия чисто технически Этот подземный переход вообще возможен, он будет находиться вблизи путепровода И я не уверен, что там рельеф достаточно сложный, что будет вообще возможно Может быть, коммуникации какие-то, да Плюс я, опять же, согласен с мнением большинства, наверное, наших слушателей О том, что создание отдельно взятого подземного перехода на улице Московской Ну, никоим образом всю-то проблему не решит Ну, потому что в этом месте есть подземный переход Хорошо, там пьяный водитель не собьет пешехода А в другом месте нет подземного перехода А пьяный водитель может оказаться там с точно такими же шансами Безусловно, и даже если у нас все переходы будут исключительно подземными Ну, это не будет никоим образом гарантировать нас от того, что пьяный водитель будет Так же точно рассекать по городу Кирову И единственное, что не пешеходов, например, сшибать будет от других водителей К сожалению, эта проблема, наверное, так просто не решится в целом Как это можно решить в комплексе? Слушайте, если бы я не знал, я бы, наверное, в Государственной Думе уже заседал давно причем Не уверен я, здесь можно вести речь о том, что необходимо как-то ужесточать возможные наказания Либо вводить, ну, не знаю, тотальную систему слежения за каждым транспортным средством Подождите, но еще есть вопросы профилактики Вопросы профилактики, вопросы личного примера Вот о них мы поговорим после небольшого перерыва Программа «Особое мнение» в эфире в нашей студии юрист Ян Чеботарев Я напоминаю, мы остановились на предложении построить, создать подземный переход на улице Московской В том месте, где больше года назад произошла трагедия И был на смерть сбит ребенок, девочка, да, десятилетняя Я почему сказала про личный пример перед тем, как мы ушли на перерыв Вот у нас две довольно громкие истории за последнее время, да Это дело так называемого пьяного судьи И дело, которое связано с депутатом законодательного собрания Георгием Лугининым В первом случае истории вообще непонятные То есть задержали вроде как пьяного за рулем, но непонятно кого Дезначально активисты ночного патруля сообщали, что это был судья Марат Чепурных, по-моему, да Вот, потом вроде бы было принято решение, что это была его супруга Потом решение в отношении супруги отменили И теперь, как я понимаю, вообще неясно, был там пьяный водитель или не был В отношении Георгия Лугинина история чуть более ясная То есть он был пойман за рулем в состоянии несильного алкогольного опьянения, насколько я помню Признал это дело, да И до сих пор, по-моему, не принято решение о лишении его водительских прав И не знаю, будет ли принято Просто вот буквально на прошлой неделе он был, собственно говоря, свидетелем аварии И, следовательно, был водителем за рулем Вот тут история с личным примером Если люди, которые обличены властью, ну, той или иной властью, судебной, законодательной Позволяют себе такие вещи И потом неотвратимости, наказания нет То что же мы говорим вообще о пьяных водителях на улицах? Ну, в части неотвратимости наказания я бы спешить не стал Говорить о наказании можно тогда, когда, ну, как минимум установлен факт того Что то или иное лицо совершило проступок, который, может быть, квалифицирован как административное правонарушение Примительно к делу Чапурных Ну, я очевидцем не был Я готов верить и одной стороне, и другой стороне Кто здесь прав? Честно говоря, здесь не возьмусь судить Странная история, безусловно Безусловно, странная история Значит, я думаю, что с течением времени мы узнаем Во всяком случае, насколько, опять же, сообщали средства массовой информации Вроде и квалификационная коллегия судей заинтересовалась данным вопросом Насколько я понимаю, и органы правопорядка ведут проверку или вели проверку В отношении сотрудников ГИБДД, которые странно себя повели Во всяком случае, ну, столь разные показания на протяжении весьма непродолжительного периода времени Это очень странно Что касается господина Лугинина Ну, в этой части, до тех пор, пока не принято решение о лишении человека права управления Он, безусловно, вправе осуществлять это управление И то, что он пока осуществляет такое управление Меня никоим образом не смущает Если суд посчитает, что да, он виноват Ну, его лишат прав на полтора года, например Слушайте, ну, возвращаясь к этой истории Если ты, будучи депутатом законодательного собрания, попался пьяным за рулем Ну, не надо ли тебе пока, по крайней мере, тебя не определили Как-то отказаться и сказать, что да, я виноват, и я вот добровольно Складываю мандат Нет, складываю водительское удостоверение Ладно, бог с ним, с мандатом Ну, это уже вопросы личной ответственности Здесь можно, конечно, говорить о том, что надо бы депутату показать пример Ну, тогда уж, собственно говоря, и не надо было, попив пиво, садиться за руль Конечно Это было бы гораздо проще Что касается личной ответственности Слушайте, я не знаю, на самом деле, чем руководствуются люди Когда, находясь, пусть даже в легком подпитии Но, тем не менее, осуществляют управление транспортным средством Прекрасно понимая, что, ну, хорошо, да, он опытный водитель У него многолетний стаж, он никого не собьет Прекрасно, но от внезапной какой-то проверки ГИБДД Никто не застрахован, и последствия далеко не очень приятны В том числе репутационные Репутационные, опять же, полтора года минимум без прав Не очень удобные Стоит ли подобного рода риск 15-20 минут лишних, потраченных на вызов такси Там, 100 рублей, к примеру, не уверен Каждый решает для себя Ян Чеботарев в нашей студии юрист И мы продолжаем Еще одна громкая тема прошлой недели В пятницу она активно начала развиваться Или даже в субботу, вот я не уследила тут в связи с поездкой Это история с законом о домашнем насилии Законопроект сейчас, как я понимаю, готовится ко второму чтению До 15 декабря собирают общественные отзывы, да, на сайтах официальных При этом ко второму чтению Совет Федерации в законопроект внес поправки Которые ввели в ужас соавторов этого законопроекта То есть я видела, как минимум, комментарии Оксаны Пушкиной, депутата Государственной Думы, да, и еще кого-то Говорят, что этот новый закон вообще не будет работать как профилактика То есть он связывает руки совершенно Вплоть до того, что человеку, даже признанному агрессором, да, виновным в домашнем насилии Не запретят проживать в одном помещении с жертвой, если ему больше негде проживать Ну, на мой взгляд, вот подобного рода инициатива, она абсолютно непонятна Нет никакой разницы, я считаю, является ли насилие домашним, либо недомашним У нас есть в административном кодексе, в уголовном кодексе Куча составов и за побои, и за причинение телесных повреждений И какие-то отношения родства или свойства На мой взгляд, никакого правого значения вообще не имеют Ну, побил человек супругу, либо побил он абсолютно постороннего человека Ну, это же, по-моему, одно и то же абсолютно Что касается различного рода запретов на совместное проживание в Суштине Давайте в семью хотя бы лезть не будем Так, подождите, что вы имеете в виду? Пусть люди сами решают Хотят они совместно проживать, намереваются они сохранять брачные семейные отношения А, вы про это говорите? Да На мой взгляд, это абсолютно излишняя инициатива, абсолютно ненужная И вопрос домашнего насилия, на мой взгляд, как раз следовало бы рассматривать В разрезе возможной превенции правонарушений, которые имеют место быть Ведь у нас зачастую складывается ситуация, что людям действительно негде больше жить Живут они совместно в квартире с человеком, который ведет социальный, например, образ жизни Невоздержан, любит почесать кулаки у лица ближнего своего Но уйти, например, снять какое-то другое с жилья женщины, например, зачастую бывает не в состоянии Опять же, если в семье есть ребенок, либо еще что-то, это вызывает массу чисто практических затруднений Так вот, должно государство запрещать человеку, который любит почесать кулаки, жить с такой женщиной в одной квартире или нет? Или это вот исключительно ее прерогатива? Не нравится, иди ищи жилье, снимай, делай как хочешь На мой взгляд, это, безусловно, выбор самой женщины, либо мужчины, в зависимости от того, кто является агрессором Значит, если это семейное насилие, если эта ситуация не устраивает кого-либо из супругов, брак может быть расторнут, имущество может быть поделено Другой вопрос, что... Но это очень долгий процесс, Ян Евгеньевич Конечно, здесь как раз возникает вопрос... И в процессе дележки имущества неоднократно возникнут вопросы у той стороны, которая любит почесать кулаки, как вы говорите, да? Безусловно, так тогда нужно разрабатывать, вот я лично считаю, комплекс мероприятий, которые могут позволить обеспечить срочную и немедленную защиту для этой же пострадавшей женщины Например, чтобы она могла уйти с ребенком не в гостиницу, если у нее нет средств, куда она уйдет Она могла воспользоваться какими-то мерами социальной защиты А у нас, простите, есть, вот я знаю несколько подобного рода благотворительных организаций в городе Кирове Так они все не государственные, и, как правило, они все имеют определенную специфику Где-то, может быть, представлено убежище женщинам, но с очень маленькими детьми, с грудничками, например, у католиков есть проект Вифлеем на ветке А если это взрослый, например, ребенок какой-то там 15 лет, к примеру, вот куда им сбежать, собственно говоря Где эта женщина может пересидеть день, два, три недели, месяц, либо там три-четыре месяца Здесь, на мой взгляд, как раз имеет смысл подумать не о каких-то дополнительных мерах, усиливающих возможные наказания Либо вводящих какие-то ограничения для агрессора Нам нужно не агрессора наказывать, а жертву защищать Начинать-то с этого следует Я, во всяком случае, так считаю Ну, до 15 декабря, собственно говоря, у всех наших слушателей есть желание ознакомиться Если есть желание, есть возможность ознакомиться с текстом вот этого нового законопроекта Посмотреть и написать свое мнение Еще одна тема, тоже связанная с женщинами и детьми, ну и с мужчинами тоже Потому что отцы, точно так же, как и мамы, наверное, в некотором смысле страдают от того, что ребенок не может пойти в детский сад Речь идет о движении, так называемом движении «33 спартанца», которое было создано в Кирове не так давно Собственно, это родители тех детей, которым не достались места в детских садах Инициативные родители, которые борются за права своих детей на доступное дошкольное образование В августе этого года они подли иск на администрацию города в Первомайский суд Требовали признать бездействие город-администрации в вопросе устройства детей в детсады Суд отказал в удовлетворении их требований, как пишут наши коллеги, напоминают, с портала свой Кировский Сдаваться кировчане не собрались, подали апелляцию Но на первое заседание в областном суде явились не все родители, двое отказались от иска Одна из матерей просто не пришла, но остальные продолжают бороться И вот история, это история, которая подходит, наверное, под определение «замкнутый круг» То есть, с одной стороны, есть родители, которым не досталось путевок в детские сады И которые, в общем-то, имеют право на эти путевки и на то, чтобы ребенок ходил в детский садик рядом с домом С другой стороны, есть муниципальные власти, можно сказать, кировские власти Не только Киров с этой проблемой сталкиваются Которые эти сады детские из воздуха не возьмет все равно Эта проблема, на мой взгляд, полного решения не имела, не имеет, иметь не будет никогда А зачем тогда в суд идти? А давайте я вам свою позицию туда поясню Давайте Значит, на мой взгляд, не вполне правильная позиция, с одной стороны, и муниципального образования, и не вполне правильная позиция и родителей Почему? Готов спорить, что путевки родителям предлагались Другой вопрос, что, скорее всего, эти путевки предлагались не в те детские дошкольные учреждения, которые родители хотели бы вводить своих детей, например, в ближайшие детские садики Слушайте, садики в любом случае не резиновые Значит, это раз Поэтому, в зависимости от рождаемости в том или ином городе, в том или ином районе, она у нас постоянно меняется, год от года она разная В этом году в Ленинском районе города Кирова деток больше родилось, в следующем, в Первомайском Здесь, на мой взгляд, нужно продумывать механизмы финансовой компенсации неудобства родителям транспортирования детей в более удаленные детские дошкольные учреждения И как раз вот это, в этом моменте, нигде ни один закон, ни один муниципальный подзакон не содержит Сейчас мы у Яна Евгеньевича поподробнее узнаем, что он имеет в виду после небольшого перерыва Продолжаем с Яном Чеботаревым юристом обсуждать возможные способы решения проблемы Нехватки места в детских садах остановились на том, что надо каким-то образом компенсировать Либо облегчать транспортировку детей Это школьный автобус? Это самый простой вариант, самый очевидный, причем это общемировая практика Понятно, что если ребенок, например, уже в сознательном возрасте, ему уже 3 года, 4 года и прочее Почему не пустить маршрут специальный, который будет собирать детей Или несколько маршрутов Или несколько маршрутов, которые будут собирать этих же деток Там будет нормальный преподаватель, воспитатель, который будет контролировать их посадку, высадку И в последующем возвращать детей домой Это и родителям будет удобнее, им не надо будет непосредственно Собрал ребенка на автобусе городском, куда-то его повез Понятно, что это неудобно Зонально куда-нибудь в Дороничье Ну, Дороничье это на самом деле уже не шибко часто встречающийся способ Но, тем не менее, так далеко, по-моему, не предлагают путевки Но, тем не менее, даже если это будут, например, Дороничье, ну, это, конечно, далековато Но если это будет удобно и комфортно для родителей, для ребенка, то почему нет? Понятно, что все хотят ходить в детские садики в 3-4-5 минутах от собственной квартиры Но чисто физически это невозможно Город растет, и с течением времени площади, которой город занимает, увеличиваются Что мы в каждом детском, в каждом дворе детский садик отдельно будем строить Ну, в каждом дворе мы и не сможем, просто места нет по детский саду Там же требования ГОСТа очень серьезные Безусловно, это один из, да, они должны быть и прочее Поэтому здесь подумать над вопросом, как облегчить родителям Перевозка, то есть это то, что мы видим, собственно, там Либо компенсация деньгами с тем, чтобы родители Ну, да, если родитель считает, например, о том, что ему более комфортно возить своего ребенка на собственной машине куда-то Ну, давайте какой-то копеечкой будем компенсировать Или на такси? Ну, либо на такси Чтобы не так, чтобы не перепрыгивать из автобуса в автобус Это уже вопрос в количестве денег Тут вопрос в том, не будет ли это дороже, чем построить детские сады Не думаю, не думаю Содержание любого объекта недвижимости тоже денег стоит И в любом разе просто так создать детский садик, это весьма проблематично Помимо того, что необходимо решить вопрос с помещениями, с зданием фактически отдельно стоящим Откуда мы будем брать такое количество персонала и прочее Вот именно поэтому и получается ситуация, что какие-то садики, которые находятся в центре города Они, как правило, все загружены А если это садик какой-то специальной логопедической направленности, например, и прочее, прочее Там вообще очередь, а садики, например, которые находятся в отдалении от центра города, в Русском, например Ну, там, как правило, всегда есть свободные места Ну, потому что жителей вокруг не так много Безусловно, но тем не менее, Русское это тоже черта города Кирова Ровно как и театральная площадь, либо как ЦУМ Слушайте, мне история со школьными автобусами нравится Я, правда, не знаю, будут ли готовы родители своего там 3-4-летнего ребенка отправлять на автобусе Это должен быть очень комфортный, суперкомфортный, автобус очень теплый Чтобы родители не беспокоились, что дети там просто жаются Ну, вот это уже вопросы техники На мой взгляд, это очень удобно Собрал ребенка, спустил его к подъезду Ну, или к остановке какой-то точки, да Передал его, ты знаешь, что его довезут совершенно спокойно, что он не потеряется, его там встретят И точно так же в определенное время тебе его и этого же ребенка вернут Ну, это же хорошо Хорошо, это прям какие-то Соединенные Штаты Америки Вот по моим ощущениям, я вспоминаю все эти фильмы с довозкой школьников У нас же была эта история со школьными автобусами Правда, она касалась сельских отдаленных территорий, да Где детей собирали и везли куда-то в школу По-моему, эти автобусы до сих пор не работают адекватно Что касается перспективы в областном суде Я думаю, что здесь будут у родителей, безусловно, проблемы Не существует никакой нормы, которая обязывала бы власти муниципального образования Города Кирова, в частности Обеспечивать каждого гражданина, каждого родителя местом в детском дошкольном учреждении Именно в шаговой доступности На территории муниципального образования, я уверен, что эти путевки родителям предоставлялись Если, конечно, они своевременно обращались за их получением Просто место не устраивало Не нравится место Ну, бывает, да, согласен Просто можно подумать, каким образом попытаться решить эту проблему на территории города Кирова Во всяком случае, начинать можно с одного-двух детских садов, с одного-двух маршрутных автобусов То есть этот автобус, он ведь может забирать детей не только для одного детского сада Он может забирать по определенному маршруту, по определенной точке То есть он не обязательно возле каждого дома родительского останавливается Есть определенная сеть маршрутов, отстроенные, да? Конечно, конечно По ним ездят автобусы, собирают всех детей, потом разводят по пути следования в разные детские сады Как отельные автобусы, извините, пожалуйста, в Турции Либо как школьные автобусы в Соединенных Штатах Совершенно верно Яна Чеботарев, в нашей студии у нас осталось не так много времени до окончания программы Есть еще две важные федеральные темы, которые все равно на Кирове так или иначе отобразятся, да? Первая тема, это тема, которая тянется и стала следственной, так скажем, до громкой истории в Петербурге Где преподаватель университета убил совершенно жестоким, бесчеловечным образом свою, не знаю, гражданскую жену Можно так говорить, наверное, да? Свою бывшую студентку, которая проживала с ней вместе Вот, и теперь, собственно говоря, представители Единой России внесли в Государственную Думу законопроект О психиатрическом обследовании сотрудников высших учебных заведений, допущенных до студентов Сообщает РИА Новости Кроме того, единороссы хотят получать данные о том, не совершали ли преподаватели уголовные преступления и административные правонарушения Тут у меня вопрос, разве они не получают эти данные, да? Единороссы не уверенности получают, а учебные заведения... Вот, в частности, не участвовали в несанкционированных митингах Подобные проверки хотят устраивать раз в пять лет У меня в ленте моей довольно много вузовских преподавателей, в том числе, собственно говоря, из Питера, да, преподавателей И люди, когда писали об этой инициативе, они, конечно, были в шоке, во-первых, да, потому что придется потратить достаточно много времени На прохождение этого психиатрического обследования, во-вторых, они говорят, что все это фелькинограмма-то Ну, и, собственно, там никакого полного обследования, естественно, тебе никто не устроит Такого по полной программе, что называется Ну, просто невозможно, слишком много преподавателей в Петербурге А уж что говорить о России Да, безусловно В этой части... И все это трата денег раз, трата времени два Ну, непродуманная инициатива, на самом деле Во-первых, в настоящий момент преподаватели, учителя Которые занимаются деятельностью, связанной с образованием Они и так проходят регулярные медицинские обследования На предмет наличия инфекционных, контагиозных, любых заболеваний А детально психиатр-то с ними общается? Сейчас, сейчас, сейчас Давайте Значит, точно так же представляются справки о наличии и отсутствии судимости У нас в соответствии с законом образования Человек, судимый за насильственные преступления, не может быть штатным преподавателем Что касается введения обязательного обследования у психиатра Слушайте, вот я как водитель каждые 10 лет прохожу медицинскую комиссию В состав которой входит и нарколог, и психиатр Ну, разве это сокращает число пьяных на дорогах, например Либо каким-то образом позволяет выявить на будущее какие-то возможные отклонения в психике Которые могут развиться внезапно в виде, например, там, стресса любого На мой взгляд, это просто здесь, просто депутаты наши путают, опять же, причину и следствие Здесь следует учебным заведениям самим обращать внимание на странности в поведении каждого преподавателя Во всяком случае Что вы имеете в виду под странностями? Применительно к вот этой истории с Санкт-Петербургом, с господином Соколовым Который убил и расчленил свою аспирантку На самом деле странности в поведении данного шубъекта отмечались же достаточно давно, насколько я понимаю И об этих странностях сигнализировалось общественностью, в том числе и руководство, ректорату Санкт-Петербургского государственного университета Ну, просто человек был уважаемый, редкий специалист Ну, вот мы имеем то, что имеем Понятно Не готов выдать готовый рецепт, как следовало себя повести непосредственно руководство учебного заведения Ну, на мой взгляд, вот подобного рода предложение, которое обсуждается в настоящем Оно просто нас уведет в глухой лес и никоим образом не поможет предотвратить в будущем подобного рода ситуации и события Я вообще не уверен, что их можно как-то любым путем превентивно предотвратить Но с точным неполучением справки в дежурном режиме Ну, безусловно, безусловно Здесь наблюдать человека раз в 3, 4, 5, 10 лет Раз в 5 лет? Ну, даже хоть каждый год Это не означает получить достаточную гарантию его правопослушного поведения на хотя бы этот же ближайший год Это негодные средства и здесь следует думать все-таки, наверное, немножко о другом Опять же, не существует, я думаю, никогда не будет существовать в мире возможности навсегда оградить любого члена социума От посягательства на его жизнь, либо свободу, либо неприкосновенность Поэтому это не решение проблемы Не решение проблемы, говорит Иоанн Чеботарев И еще одна новость, тоже федеральная, это история с иностранными агентами, уже гражданами иностранными агентами Это бред полный Это история, которую мы обсуждали на недавнем семинаре В том числе на журналистской секции, с которой я вернулась Что говорят участники семинара, в том числе журналисты, в том числе правозащитники Они говорят о том, что даже разработчики, собственно говоря, всех этих поправок Они не скрывают, что законопроект об иностранных агентах будет направлен на конкретных людей Которых там 20-30 человек по всей России То есть фактически это будет такая, ну не знаю, там клюшка-не клюшка, палка-не палка Которую можно будет использовать в случае борьбы с неугодными Кто-то, например, из граждан, кто слишком активно себя ведет в своем регионе Совершил промашку, поделился постом какой-то организации Или средства массовой информации, признанного иностранным агентом Он, может, даже и не знал, что это иностранный агент Ну вот я, например, не проверяю, иностранный это агент или нет И все Ну, Фейсбук, это же иностранная организация Конечно Безусловно, Ютуб, то же самое Соответственно, если у Пасиба где-то, тем более, еще какая-то копеечка прилетела Не говоря уже о том, что там, может быть, какие-то материальные поощрения не в денежной форме А в какой-то другой В какой-то иной Ну, я готов согласиться, что, ну, наверное, подобного рода закон задумывается как дополнительный рычаг воздействия на определенную часть наиболее социально активных наших с вами граждан Ну, хорошо ли это, не знаю, наверное, не очень На мой взгляд, и, честно говоря, признание юридических лиц иностранными агентами выглядит крайне сомнительно с точки зрения целеполагания наших законодателей Чем упоминание, например, о том, что та или иная организация выполняет функции иностранного агента может помочь нашему государству? Не знаю, ничем, наверное Отвратит ли слушателей либо читателей от этого лица? То есть он будет писать неинтересные или сообщать неинтересные новости? Да А сам по себе статус? Нет Очередной Очередная инициатива Очередная инициатива, которую мы обсуждали Которая, по мнению нашего гостя, ну, скажем так, не совсем здоровая Сомнительная, да Ян Чеботарев был в нашей студии Программа «Особое мнение» на этом завершается Яна Лапшина со слушателями прощаюсь До завтра и до свидания До свидания Особое мнение на 101FM